Приветик, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Нави Паб Мобайл. С вами, как всегда, Яна и со мной на связи находится Матик и Китсуни. Все мы прекрасно знаем, что вы уже давно знакомы, вы уже давно общаетесь и вас можно легко назвать хорошими друзьями. И вы даже в какой-то степени похожи. У вас есть схожие черты характера, чувство юмора и вы даже, похоже, смеетесь. Я часто путаю, кто из вас в чатике смеется. Поэтому сегодня я решила проверить, насколько хорошо вы знаете друг друга. Отлично. Давай проверим. Ура! С бонусов накопила. У меня в руках Нави карта от Тинькофф. Уникальный дизайн, автографы КС игроков и особая кэшбэк-система. Именно с ней вы можете копить и обменивать бонусы на игры, технику и внутриигровые предметы. А еще здесь есть специальный слот не только под ваше имя, но и никнейм. Создай свою Нави карту от Тинькофф. Итак, Матик, первый вопрос для тебя. Каким супергероем был бы Китсуни во вселенной Наруто? Знаешь, что я еще сейчас думаю? Что может быть ты даже не досмотрел до этого персонажа. Сейчас, подожди. Я знаешь, кем бы был? Ты бы был Обито, а я Рин. Все, давай. Я так понимаю, вы поняли правила, да? Мы вслух обсуждаем, а не пишем адреты в Дискорд. Да-да, вы поняли. Может вообще о Наруто просто поговорим, посидим? Давай ты уже. Ладно, все, давай я напишу. Подожди, стой. Все, все, все. Так я не написал еще. Так, а тебе не надо. Это же вопрос мне к тебе, а не нам двоим. Вы оба пишете ответ. Вы оба пишете ответ. Ладно, давай, Матюк, давай. Индра от Дуки. Я не знаю. И какаши. Все, Матик, ты не получаешь балл. Серега, почему именно Индра? Я не знаю, у него вайп прикольный. Вот именно как он по жизни двигался. Матик, а почему ты написал какаши? Ну, потому что норм чел такой вообще. Ну, как одной глазом. Двух на дно. Не знаю, просто такой прикольный. Хорошо, Серега, тогда тебе вопрос про Матика. Какая любимая песня у Виталика? Из последних? Да-да-да. Либо если ты знаешь одну какую-то любимую песню. Три, два, один. Погнали. Да ты дурак, ***. Хорошо, Серега, ты тоже не получаешь балл. Мне нравится, что у вас такая синергия пока. 0-0. Идем дальше. Виталий, как зовут девушку Кицуни? Да, это легко. Диана. Напиши. Это Диана, напиши. Серегу зовут Диана. Матик, тебе улетает первый балл. Все. Отлично. Когда день рождения у Матика? Три, два, один. Матик не писал еще. Да. Нет. 15 октября 99-го года. Да, верно. Да, но я подготовился. Хорошо, это когда на счет 1-1 идете в полотную. Кого Кицуни возьмет в дуо помимо тебя? Матик написал Тигзи, Кицуни написал Тигзи. Ну да-да-да. Хорошо, еще один балл летает Матику. Почему на Тигзи? Ну, хороший такой пухленький мальчик. Я бы его за счетки еще тискал в дуо. Это залог успеха команды. 1-1, так сказать. Хорошо, что скажет Матик при встрече с Брэндоном Грином? Давайте, 3, 2, 1. Ты кто? Клоун? И Матик написал. Мне все равно. Стударная стилистика. Да, мне все равно. Я прям вижу, как ты подходишь к Брэндону Грину. Ты такой, привет, Брэндон. Мне все равно. Ну, я первый не здоровался. Я бы не узнал, кто это. Он бы поздоровался. Ты не знаешь, как он выглядит? Ну так, что-то помню. Я помню, где-то видел фотку, где он в футболке Пабга. Но если я его сейчас увидел, я не понял. Ну, он такой бородатенький. Идем дальше. Еще 2-1. Матик ведет. Круто. Круто. Вау. Я так рад, что я веду. Ну, все, 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 все. Все, успокойтесь. Все. На фулл серьезничек, давай. Я готов. Что или кто может довести Серегу до слез? Катка, фильм, тик-ток. Я уже пишу ответ. Только не отправляйте раньше времени. Я готов отправлять. Сейчас, подожди. Ну, это нечитаемо. Ну, нет, читаемо, читаемо, это читаемо. Пробуем. 3, 2, 1. Раз фокус тикси и мать. Все, что связано с игрой, я знаю, что Серега готов, я не знаю, там, просто хату выкинуть в окно и что-нибудь такое сделать. Ну, чтобы он плакал. После каждой катки просто рыдай. Серега, бывали такие ситуации, когда ты там, не знаю, прям так сильно расстраивался, что аж до слез? Ну, от игры нет, понятное дело, а так. Во-первых, я сам могу, как бы, легко, типа, специально заплакать. Типа, когда мы с Дианой, знаешь, там, я говорю о том, что хочу бутерброд, а она, типа, там... Сначала поплачь, да? Да. А ты так, поплачь. Нет, ну, просто я имею в виду, когда, знаешь, я что-то хочу жалостливо попросить, я так могу слезу специально пустить. А так, ну, не знаю, последний раз я, наверное, плакал, когда кино смотрел какое-то. Серега, тебе вопрос. Самая странная еда, которую когда-либо ел Матик? По его версии или по моей версии? Ну, по его версии, очевидно. Да, Серега, мы играем по твоей версии. Ладно, теперь я отгадываю, что ты думаешь, что у меня самая странная еда. Нет, ну, я понимаю, что то, что я думаю странно, ты как бы находишь вкусно, а то, что ты... Не-не, я об этом говорил. Да, он даже об этом интервью рассказывал. Ну, это даже для тебя будет странно. У меня потом еще мама говорила то, что она смотрела и слезу пустила, потому что, типа, я помню такое. Ты так мило. И мы, кстати, с тобой недавно это обсуждали. Я у тебя спрашивала, какую самую странную еду ты ел. Ты мне сказал, я не помню, что такое, типа, ну, плюс-минус стандартное. Я говорю, а вот Матик ел вот это, представляешь, такой фу. Там член быка был или яички его. Да, это еще нормально было. Это я на завтрак ем. Обычный ланч, да, да. С другом выйти перекусить. Блин. Матик, ты готов? Да, да. Три, два, один. Осьминог. Вот, у тебя такая же была реакция в прошлый раз. Ты такой, типа, серьезно, свиной мозг через трубочку? Я такая, да. Ты говоришь, ой, нет, я знаю, что едят осьминоговы, и ты мне рассказывал, как из-за них умирают. Ну вот, я, видишь, я вспомнил по вот этой ассоциации. У меня в голове там было вот про этот разговор, и я почему-то про осьминогов вспомнил. Что написано у Китсуни в описании YouTube-канала? А ты, Серег, сам помнишь? Да. Там что-то вот такое. Там одна фраза. Да, ну я помню, я помню. Давай, все, я готов. Три, два, один. Блин, ну ты очень... Ну это было очень близко. Я не знаю, мне кажется, что... Засчитаем, засчитаем. Тогда получается у нас уже три-один. Серега, нужно что-то делать, я не знаю, что ты будешь делать. Да, душить нужно его. Души? В РЛ. Я еду в Москву. Первый турнир, в котором Адик выиграл деньги. Ну давай, я... Единственный мой вариант, который я такой придумал. Но мне кажется, были еще раньше какие-то мелкие турниры. Готовы? Да. Три, два, один. Да, б***ь. Клоу. ВВВ? Да, турнир из Веневидевича. А, господи. Это вот эти. Делает твой друг по Дискорду. Упапа! Мне прилетело за Бирдхана или что? Да, да. Да, прилетело. Да, это просто... Это просто комментаторская дружба. Идем дальше. Осталось несколько вопросов буквально. Два. Для каждого из вас. Значит, мне нужно просто... Два из двух тебе нужно. В любом случае, скорее всего, дружба уже не победит, но тем не менее попробовать можно. Да я, Сера, ебал, перекину и победит. Какой психологический возраст Китсуни? А ты, Серега, сам знаешь свой психологический возраст? Ну, примерно. Нет. Ну, хотя бы без тогда напишите. Психологический. Давай с диапазоном каким-нибудь возьмем. Да, давайте диапазон, там, пускай будет пять лет. Я с на автором пять лет. Ну, да, психологический возраст. Ну, типа, да. Что в моей голове. Ну, что в башке, да, как ты себя ощущаешь. У него-то в голове, может быть, мудрые мысли, а он аниме смотрит. Ну, что, вы готовы? Давай, я готов. В эти три, два, один. 20, 25, 45. За кого меня принимаешь? Я вообще... Для меня, чел, в 20, 25, это вот знаешь. Ну, как бы есть люди, кто в 20, 25, им вообще на все все равно. Они там не думают о будущем, просто тусят, что они делают. У них вообще в башке нет никаких умных мыслей. Ну, у меня такой возраст был 18 лет, 17. Ну, в плане, что там в школе... А сейчас, сейчас-то что? Сейчас у тебя то же самое? Так, все, короче, давай дальше. 45 лет, ну, вот это как-то немного многовато, нет? Да, ага, ты тесты на психологический возраст проходила хоть раз? Я один раз помню, прошло, мне там выдало 70, я думаю, ну че. Дайте до 40 дожить хотя. Как подписал Матик свое первое фото в Инстаграме? Ты вон с Тома пошел? Нет, я там на веб-каке не видишь, я просто в бок смотрел. Тогда я, Серега, тебе дам подсказку, это фотка с Шанхая. Там легкая. Все, я готов. Фотка с Шанхая, да? Да, да. На фоне башни. Три, два, один. Башня, телебашня. Отлично, просто идеальный ответ. Это я написал башню и телебашню, а Серега написал башню и башню. Засчитываем по насчет 3-2, я предлагаю дать Сереге шанс, точнее, не чьей шанс, поэтому, как вариант, можем еще задать пару вопросиков. Давай, поехали, погнали. Тогда вопрос у нас про Серегу, вопрос Матику. Тотемное животное Китсуна. Вопросы про Матика, там, первая подпись к фотке. Вопросы про меня. Мой психологический возраст, мое тотемное животное, да, моя планета, моя звезда. Камень, знак зодиака. В какое время родился Серега? Ну, ладно, я готов. Готов? Сейчас, подожди. Подожди, тотемное животное, это просто иметь в виду любое животное, которое как бы... Да, да, которое ты как бы, возможно, ассоциируешь как-то с собой. Ну, отождествляю, да, я понял. Три, два, один. Я перед этим стер пёс. Ты серьезно, кот? Мне кажется, что лиса была максимально очевидна. Мне кажется, Матика подается. Да, согласен, да, Лития. Нет, это семейство кошачьих, правильно, одно и второе. Нет, нет, лисы — это собаки. Да. А, реально? А я пёс стер, написал кот, надо было пёса вставлять, получается. Лисы, они же тявкают. Серёга, у тебя сейчас есть шанс, последний просто, закончить эту игру ничей. Ладно, спроси, сколько у Матика лет. Как зовут Матика? Да. Хорошо. Так, ладно, давай, вопрос, короче, я сфокусирую. Сто процентный фокус, фокус. Давайте, какое прозвище было у Матика в детстве? Сейчас, подождите, тут нужно поднять архивы, конечно. Ну, вот это нормально, примерно, как и психологический возраст. Вот за шио Матика. Ну, вы же хорошо дружите, вы так много общаетесь, вы всё знаете друг о друге. Очевидно, что ты должен знать такие мелочи о своём товарище. Да? Конечно. Мелочи о своём товарище должны быть. Психологический возраст, конечно. Вы это не обсуждаете, разве? Нет, мы обсуждаем знаки зодиака наши там. Да. Это какая сегодня звезда? Совместимость. Да, вот это социогномику изучаем с ним вместе. Ну, вот эти всякие женские темы, знаешь. Ну, я не удивлена. Всё, мы готовы? Три, два, один. Не было прозвища? Да не было прозвища вообще никакого? Тебя просто называли Виталием? Да. И всё? Да, я не верю в это. Да, я серьёзно не верю. Меня тоже всю жизнь называли просто по имени. А Каспер? Каспер. Ну, это меня так называла одна девочка в классе. Каспер? Да. Причём, ты знаешь, кто это? Я, по-моему, рассказывал даже Яне на интервью. Да, да, да. Померанцев помер, умер. Привидение Каспер. Понял? А называла меня, знаешь, кто? У меня в классе училась Маша Иванова. Вот она всегда была просто хорошим человеком. Знаешь, хороший человек у тебя училась в классе. И при всём при этом она ещё, знаешь, чья дочь? Дочь садистки группы комбинации, если я не ошибаюсь. Это вот та группа, которая Американ Бой поёт. Ну, всё, короче. Ты Каспер, получается. Ой, да что, парни, что могу сказать? Матик в этой нелёгкой борьбе побеждает. Забирает свои три поинта. И, в принципе, его можно называть немножечко лучше другом, чем тебя, Серёга. Давай ему 0,5 откину по-браске. И будет грустно? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ты знаешь, вот в Наруто есть серия, когда они, короче, за колокольчиком бегали. И тот, кто... Ну, получается, было три человека и всего два колокольчика. И вот кто заберёт колокольчик, тот похавает. А кто не заберёт, типа, есть не будет. И вот два человека забрали колокольчик, Наруто, короче, привязали к дереву, чтобы он смотрел, как Саски и Сакура хавают. И они такие, пока какаши не видят, короче, накормили его. Вот я так же, Серёге 0,5 баллов отдам, и у нас будет дружба. Ну, раз так, раз Матик с Барского плеча дает полбала Серёге, побеждает действительно дружба, я вас поздравляю. Ребята, вам огромное спасибо за просмотр. Если вам понравился такой формат, то обязательно напишите об этом в комментариях, и мы снимем продолжение с другими участниками нашей команды. Подписывайтесь на канал, также не забывайте подписываться на соцсети Матика и Китсуня, ну и, конечно же, ставьте лайки. До скорых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok